Селфи – разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру. Большую популярность это определение получила после 86-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», на которой известная телеведущая и актриса Элен вместе с актером Брэдли Купером сняли селфи, на котором они запечатлены в компании многих звезд Голливуда. После этого в сети под хэштегом «Селфи» можно было найти многочисленной пародии на популярную себяшку. Однако первое селфи было сделано вовсе не американской телеведущей, а Олком из советского мультфильма «Ну погоди». Я не делаю селфи. И я не делаю селфи. Не делаете? Нет. Ученые из Американской психиатрической ассоциации официально объявили, что селфи является одним из видов психических расстройств. Селфи – так называется эта болезнь. Характеризуется постоянным желанием фотографировать себя и выкладывать снимки в социальные сети. 19-летний Дэнни Боуман по 200 раз в день фотографировался и в конце концов пытался убить себя, когда не смог сделать идеальное селфи. Не стоит уделять слишком много внимания к опубликованным фото. Кто может смотреть их, комментировать, а также сколько всего лайков поставили, ведь все это и есть признаки огромных проблем. Делают экстремальные селфи, например, залезают там очень высоко, там на крыше, ну можно упасть. Ну если просто на крыше, например, селфи сделать, то да, а если там, например, на мост высокий встать, ну то нет. Казалось бы, что такого в обычном фотографировании самого себя. Однако безобидная себяшка может закончиться трагедией, на что только не идут люди ради славы. Съемка на краю многоэтажного дома, на крыше поезда, с пистолетом у виска, на высоком мосту во время обгона за рулем, на линиях электропередач и на цистернах – это все те места, в которых безобидное селфи закончилось смертью. В начале лета Министерство внутренних дел России выпустило памятку о мерах безопасности во время съемки. Она получила название «Делай безопасные селфи». Соблюдая эти правила, запечатленные кадры станут только приятным воспоминанием об удивительных моментах вашей жизни. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».